Галина Васильевна Кмит Ее работа и знаменитую «Косынку» знает весь мир. Ее фотографии публикуются в журналах во всех уголках нашей планеты. Большая часть ее фотоколлекции посвящена звездам мирового кино. Она снимала Софи Лорен, Джину Лабриджиду, Алены Делона, Чака Норриса. Этот список можно продолжать до бесконечности. Сегодня кинофанат в гостях у легендарной Галины Кмит. Одержимость профессии – это хорошее, полезное качество для каждого человека, который занимается своей профессией и делает это профессионально. Кино и Кмит, Кмит и кино – фамилия неотделимая. Неотделимая и потому, что отец Галины был крупным кинодеятелем, в свое время работал с Александром Довженко. Ее сын – актер, который снимался во многих фильмах. И она фактически и сама работала в свое время ассистентом режиссера на киностудии. Но она стала своего рода летописцем кино. И вот в этом плане ей удалось создать огромную галерею кинообразов, образов актеров, образов киноактеров современного мира. И в этом смысле ее летопись имеет огромное значение для истории 20 века. Его величество случаев в жизни каждого человека играет, может быть, даже иногда главенствующую роль. И так получилось, что меня Миша Казаков пригласил на «Гамлета». Он играл «Гамлета» у Охлопкова. Я его сняла, естественно. Подарил ему фотографию. О нем писал «Огонек». Он эту фотографию дал в «Огонек». И можете себе представить, первая фотография у меня была напечатана в «Огоньке». Это я, конечно, обнаглела сразу же после этого. Невероятно. Галина Васильевна ездила по всему Советскому Союзу и очень много лет. Я это помню практически с детства. Потому что я был вечно подкинут куда-нибудь, знаете, к друзьям или в интернат Министерства иностранных дел. У меня было такое детство без матери. Практически почти, потому что мама вынуждена была много работать. На тендере паровоза у меня не ездили, я ездила. В шахту вы спускались, туда в «Ганетка», а обратно 5 километров пешочком. И бог знает где, только меня не носила. И я очень рада этому, потому что это научило меня работать, научило меня видеть. У меня были очень хорошие витрины. Первая витрина в этом Веркоме СССР. Я эту республику облазила сверху донизу. И даже там была поэтом-песенником однажды. Мы с Аверкиным написали несколько песен, которые все изданы. Будучи журналистом, но постоянно освещают кино. На всех фестивалях знаменитая косынка, очки, дикое количество фотоаппаратов. Все это знают, все ее любят. И как-то ей пришлось даже надеть шляпу, она хотела изменить вид. И кто-то сказал, слушайте, кто-то косит под Галину Кмит. Сейчас косят под меня. Тут я была недавно в космосе. Там есть такой бар, Екатеринская площадь называется. Там был вернисаж. И там пришла одна дамочка, привязала косынку. Я говорю, бросись косить под меня. Очень многие переняли. Слава Зайцев сказал, что я родила свой стиль. Во мраке молния блистала. И безпрерывно гроб грелет. Марк Руденштейн на детском фестивале сказал детям, что я то ли жена Чапаева, то ли я видела Чапаева. И ко мне подошли дети на полном серьезе и сказали, тетенька, вы правда видели Чапаева? На что я им сказала, нет, это Марк Руденштейн его видел. И он мне рассказал. Черт замолчает. Дети, а ну. Мой покойный супруг Леонид Кмит. У него 100 картин. Но помнят его Петька Чапаева. И от этого никуда не деться. Я очень рада за него вышла замуж. Познакомил нас Паша Кадычников. Кмит на меня посмотрел. В общем, до этого я не видела ни Кмита, ни Чапаева. И вообще ничего про него не знал. И он так на меня посмотрел. Сказал, вы выйдите за меня замуж и водите меня сыном. Вы читали «Отелло» когда-нибудь? В Ильям Шекспира. Так вот, «Отелло» по сравнению с Кмитом, это буквально клубная самодеятельность. Он вытворял такие чудеса. Мы были в Гаграх, он раза три на день дрался из-за меня. А то кто-то посмотрел на мое ухо, на шею, а уж если я с кем заговорю, то об этом речи не может быть. Мне было тяжело, в общем-то. Это смешно рассказывать, но когда это происходит каждый день, это довольно сложно. Но зато был муж великолепный, он был отец великолепный. Он купал ребенка, я не знаю, пеленал ребенка. Он только грудь не мог дать, потому что у него такого предмета не было. А так он все делал сам. Его наградили орденом. И такой министр был Большаков, который в последнюю секунду вычеркнул и написал ему медаль. Он этой медалью запустил Большакова. Сказал, медаль им и вядали. И бросил эту медаль. Алексей Кмит Дубровский, актер Тюза. Я его очень люблю. Он назвал в честь Кмита Алексеем. И, надеюсь, продолжит его таланты, его традиции. Ходят, бродят слухи по Москве. Нарожала я ровесников себе. И теперь не знаю, как мне быть, как мне с этим делом поступить. Могу сказать, что не у каждого есть... Я не называю маму Галю бабушкой. Я ее зову исключительно мамой Галей. И я думаю, что мне многие могут позавидовать. Мне кажется, что я в другой раз живу пятую жизнь. Кто-то не знает. Я была знакома с Вертинским. У меня есть письмо от Пудовкина. Ну, можете себе представить. Мне писал благодарственное письмо за фотографии Кабалевски. Этот Монтан, он тут не видно. Я с Монтаном танцевала тоже. Это великолепный актер Филипп Берроа. Это Пахмутова. Композиторы. Это Борька Шмельницкий. Это вот Курбанский и Нина Дробышева. Это, в общем, с автографом. Только тут не видно. Вот Масеев. Вот Масеев. Вот Смоктуновский. Актриса. Вот Бяк Тишневич. Это Вальдер. А это Тоттолковский. А вот это знаменитая фотография с автографом Софии. Я работала на фестивале, а София Лорен приехала посередине фестиваля. А в это время мы плыли на пароходе. И, значит, у меня не было жанровых кадров. У меня были только, знаете, только были официальные кадры. Меня это очень мучило. И я познакомилась с шофером. Значит, я говорю, хочешь кадры? Ты и София Лореновна, конечно. Уже останови машину по дороге, скажут, что у тебя что-то с мотором. Он сказал, хорошо. Я посигналила. Он остановил машину. Я выскочив, как черт из бутылки, с криком, «Прего, сеньора, грация, сеньора!» Вытащила сопровождающую из Госкино. Он уже... У него был шок. А потом он уже крыл такими непарламентовскими выражениями, знаете. Но я не обратила на это внимания. Я ее сняла, значит, в «Березках», сняла ее с «Понти». Эти кадры у меня все есть. Сняла ее с «Понти», сняла ее с водителем. Уже не помню, с кем. Развернулась и уехала. Я не признаю статики. Я не признаю постановочные кадры. Они, конечно, может быть, имеют право на жизнь, понимаете. Но я это не признаю. У меня нет постановочных кадров. Вот, возможно, именно поэтому мои выставки проходят с успехом и им интересуется много народу. Я была в прошлом пишущим человеком. Я зависела только от своего пера. Теперь еще от компьютера. Снимающий человек, он зависит от всего. От проявщика, от печатника, от погоды, от пленки, от качества пленки. И вот, когда я поднимаюсь по трапу очередного самолета в очередную командировку, у меня на плече 12 килограмм, где еще нужно делать вид, что это очень легко, я думаю, а правильно ли я поступила, что ушла из спешечек в снимающие. Это трудно. Это очень трудно. Это не женская профессия. Субтитры создавал DimaTorzok Это фотография моей внученочки Настки, Анастасии. Дело в том, что я ее держу в фотографии, называется «Человек родился». Вот она родилась, с этого все началось. И вот, когда она выйдет замуж, надеюсь, для хорошего человека, то я приду на свадьбу именно с этой фотографией, подарю ее жениху и будущему мужу. У меня такие планы. Недавно произошло событие, которое не могло оставить кинофаната равнодушным. Речь идет о презентации фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом». Александр Сметанников, глава компании «Видеоимпульс» и настоящий кинофанат, предоставил современному зрителю возможность посмотреть фильм, созданный в самом начале эры кинематографа. Дзига Вертов. Настоящее имя – Денис Кауфман. Родоначальник мировой кинодокументалистики. Фильмы Вертова – это симбиоз документального и игрового кино. Даже по современным меркам это, несомненно, киноавангард. Фильм «Человек с киноаппаратом» был снят Дзигой Вертовым в 1929 году. «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова – это не просто фильм, это фильм-легенда. Это фильм, который повлиял на...